как друзья всем привет как слышно прием я с вами сейчас у нас так понимаю должен подключиться максим небо табу белоутер макси привет привет как дела отлично как там тоже хорошо петербурге я уже выступал а ты что кстати не здесь все тут это влад кося я не хватило понятно ну я тоже там увидимся так смотри очень интересно у нас скажем так втянули авантюру на чужом аккаунте мы еще должны о чем-то повеседовать друзья я предлагаю вам те кто получился задать вопросы и вы узнаете ответ на ваш вопрос с двух сторон и с точки зрения маркетинга или маркетинга с точки зрения пиара так правильно маркетинг или маркетинг или вообще однопринственная да как звонит и звонит так и так и так говорят так что сложно понятно понятно скажи вот сейчас правильно понимаю что нету другого маркетинга кроме как основанного на цифрах то есть другой маркетинг это вообще не маркетинг не пойми что пропадаешь что-то там булькает еще раз как ты считаешь сейчас нету маркетинга кроме такого который основан на цифрах то есть любой все что не оцифровано в маркетинге это вообще не маркетинг или есть какие-то там остаточные явления что из себя сейчас маркетинг представляет как бы ты определил если говорить про маркетинг с точки зрения науки и сферы и подходить к этому комплексу естественно любая наука должна быть оцифрована любая наука она на чем-то зиждется там на каких-то цифрах подтвержденных гипотезах фактах там именно поэтому есть науки которые не подтверждены да там скажем какой-то там за астрология какая-нибудь да там или еще что-нибудь да вот есть психология есть маркетинг есть математика физика химия биология и так далее вот первый момент второй момент естественно в любой услуге если говорить про маркетинг как про услугу да предоставляемую естественно клиенту всегда нужно понимать за что он платит потому что просто там вот за идею там заплатить это не все на это пойдут тем более если у вас нет личного бренда который может продать это поэтому естественно цифры важны как на них правильно смотреть на эти цифры они что должны расти или они там должны в принципе мериться или цифры должны быть не меньше там стали скольких-то конверсий там вот как на них правильно смотреть ну про цифры нужно всегда цифры нужно воспринимать не отдельно вот от реальности а всегда учитывая все факторы влияющие на то что мы хотим изучить если мы смотрим на цифры просто в разрезе таблицы не учитывая политические факторы погодные условия там конкурентов емкость рынка там там все что угодно да то мы можем сделать неправильные выводы например вот если проанализировать два города красноярск и москва да вот красноярске люди не любят фастфуд да то есть они не едят там бургеры там не пошел black star там не пошел макдоналдс и если бы мы анализировали покупательскую способность мы бы подумали что вроде все нормально в красноярске просто ну людям не хочется покупать black star там бургеры потому что это дорого нет не поэтому просто потому что люди привыкли есть домашнюю еду если мы не анализируем какие-то вот такие моменты да то есть мы как вот в коробочке находимся вакуумно и смотрим на цифры просто как на цифры не понимая подоплеки предыстории всего то мы можем сделать неправильный выбор поэтому цифры везде разные и нужно как можно больше анализировать информации и собирать те факторы учитывать которые могут влиять на эти цифры вот по поводу kpi опять же kpi везде разные и они меняются они динамичные скажем 5 лет назад в контакте клик стоил рубль и это было нормально сейчас 10 рублей это нормально в фейсбуке в инстаграм уже 15-20 рублей да там среднем а стоимость подписчика тоже сейчас в районе 50 рублей в инстаграм да на узко целевую нишу какую-то раньше это было 3 рубля поэтому естественно что нужно всегда понимать находишься ли ты в рынке и вот эти вот я там стоимости заявки клики вашей ниши да это все нужно учитывать естественно так тут какой-то факт интересный подписчики приводит а в аравских странах покупает лампочки холодного света это непонятно это к чему вы сказали это видимо к тому что у меня лампочка желтого цвета и люди хотят шутить что можно белого у меня есть белый потому что вам тогда будут глаза кстати в петербурге шутка юмор понятно понятно ребята молодцы что шутите в такое позднее время в петербурге тоже не любит black star бургер как выяснилось сегодня утром на конференции почему-то не зашла но вот почему ну знаешь на самом деле я что понял петербург какая-то гурманская столица вообще тут столько крутых арестов и поэтому типа black star это ну типа зачем нам модно если тут есть вкусное типа ну в принципе я думаю что петербурге ритм жизни меньше потому что вот мы однажды общались вот на эту тему да и пришли к выводу что в москве все куда-то спешат потому что ритм жизни высокий да там в питере даже если ты на эскалатор отстанешь люди никуда не бегут спокойно поднимаются плюс в петербурге нет такого большого количества иммигрантов да там в россии очень в москве очень много иммигрантов и все это накладывает свой отпечаток на то что люди покупают как они ходят в заведения сколько они готовы за это платить и так далее ну вообще на их поведение в принципе слушай а реально вообще залезть в голову потребителю будущему и понять будет он покупать товар или нет или здесь чисто опыт исследования медитативно это можно выяснить или только на практике ну можно конечно там заплатить за там исследование в рбк 50 100 200 тысяч но это исследование оно будет актуально про тех людей которые были в прошлом да то есть исследование оно же не строится за один день плюс тот же рбк он использует какие-то аналитические базы которым имеет доступ соответственно если вы хотите конкретно сейчас там запустить свой продукт у клуба на какой-то рынок какой-то сегмент я бы вам посоветовал приехать в этот город пообщаться там с людьми то есть выйти в поле либо позвонить скажем если это зарубежный город позвонить местному человеку и задать ему вопрос что покупают что для людей важно какие факторы принятия решения и это сэкономит вам кучу денег потому что тыкать пальцем в небо и думать что вот я сейчас проанализирую где-то там сидя себя в офисе что покупают в америке в майами да но это глупо или в италии германии или там потому что вы не знаете особенности специфики характера поведения людей а вы не знаете религиозные моменты до которые тоже могут влиять куча моментов вот поэтому лучше просто приехать там пообщаться по факту посмотреть почувствовать эту атмосферу пообщаться спросить вот значит когда каждый раз когда я приезжаю в город выступать я с таксистами сюда общаюсь потому что таксисты все знают я у таксистов спрашиваю какие у вас шутки можно шутить какие нельзя вот это можно шутить вот это лучше не стоит то же самое я думаю можно сделать с проектами а какие шутки где нельзя шутить запомнил ну например в махачкале нельзя материться как бы да ну может быть многие об этом знают но я об этом не знал потому что у них мусульманская страна коран и марк считается как бы шайтан язык шайтан да как бы то есть ну а у меня иногда проскальзывает не потому что я не знаю русский язык просто вот эмоциональный иногда что-то хочется так вот подкрасить и сказать приходится уже контролировать вот в минске я выступал да там и заговорить про лукашенко как бы это глупо не звучал я об этом не думал ага понятно понятно звонок так у меня вопрос маркетинг запускающийся и если маркетинг какой-нибудь там воскрешающий вот есть как-то он градируется на на подходы что ли на инструменты на энергию и он типа вот подход один исследуй запускай тестируй там подкручивай совсем понят вопрос да тут прорывается мне звонок что я не могу его это сам значит есть ли маркетинг 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 на разных стадиях развития организации вот стартапу нужно один маркетинг значит компания которая развивается получила инвестиции значит и растет это другой маркетинг такой же типа на взлете и маркетинг когда стабильность например маркетинг когда уже фирма умирает я понял есть они всегда разные эти энергии подходы там инструменты или же он всегда понятно в маркетинг сильно отличается от у нету стабильного потока заявок у которой нету стабильного потока трафика у которой нету CRM системы глупо продавать какую-то систематизацию бизнеса автоворонки я не знаю там какие-нибудь аналитические сложные системы потому что у них даже трафика нету ну стабильного то есть всегда нужно учитывать естественно по потребностям то есть даже я когда будучи там экспертом по маркетингу у меня там в моем агентстве нету сложных аналитических систем не знаю там автоворонок того что я использую в других клиентах по тамной стадии развития да 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 там проекта у них есть ресурс на это у них есть надобность в этом у меня в этом надобности нету когда у меня штат человек там какую-то систему автоматизации вот поэтому естественно отличаются конечно а бывают компании без маркетинга в принципе не бывают людей компании без маркетинга то есть даже если вы не используете маркетинг отсутствие маркетинга это тоже маркетинг потому что отсутствие мнение это тоже мнение то есть отсутствие принятия решения то же принятии решения всего-чего производства с маркетингом рождаемся мы с маркетингом умираем мы все у нас все есть личный бренд То есть ваш личный бренд, он даже в детском саду есть. Когда с Петей гуляют, дружат с вами, не дружат, не гуляют, это ваш личный бренд работает так. Там с Васей девочки красивые встречаются, с вами не встречаются, потому что вы толстый некрасивый. Либо наоборот, вы худой и не харизматичный, а с толстым Петей все встречаются, потому что он классный парень, классно шутит и у него харизма есть. Личный бренд есть у всех, маркетинг есть у всех, абсолютно у всех и у любой компании их маркетинг. То есть вопрос, как им управлять, да, как его поставить, какой-то контроль. Конечно, конечно. А от чего маркетинга ты кайфуешься, вот в России и за рубежом? Есть ли такие компании, там, не знаю, какие-нибудь запас, там, не знаю, Лебедев, что-нибудь такое? То есть вот от кого ты тащишься, вот типа круто? Ну, я в разное время своей жизни всегда тащился от разных проектов, потому что я сам творец, я сам художник, да, ну, по натуре. И меня не может вдохновлять одна картина на протяжении всей жизни, так же, как и одна песня. Я меломан, если говорить про музыку, да, то есть я слушаю все направления, и в каждом из направлений есть крутые исполнители, классные песни. Но я не слушаю их всю жизнь, то есть они мне нравятся день, два, три, дальше я перехожу к другому. То же самое с маркетингом, то есть я, да, могу увидеть что-то прикольное, конкретно вот сейчас, которое работает, стрельнул, вот, скажем, Сбербанк. Прикольно сделали маску, да, вот появляющийся портал, и там вылетает логотип. Прикольно, но вряд ли я буду этим восторгаться всю жизнь, как бы, да, ну, да, сейчас прикольно, дальше, как бы, ну, надо следить, смотреть, что они еще продумают. То же самое с Blackstar, да. Прикольные креативы в СММ, классно, но надоедают, да, как бы, все равно нужно что-то новое искать, как-то аккумулировать эти все знания, и потом можно что-то придумать свое, да, там, прикольные идеи, да. Ага, так, ну, вот, перечисли имена, кто тебя еще цеплял и в данный момент цепляет. Еще я добавлю, у кого на протяжении, вот, на протяжении всегда херовейший маркетинг? Блин, я не могу сказать, что у меня вот на протяжении какого-то долгого времени нравится чей-то маркетинг. Я могу скорее даже сказать про личностей, вот, с личностями вообще проще. Мне очень нравится Артемий Лебедев, правда, ну, вот, крутой чувак, и все о нем знают, и действительно он вот такой самобытный. Мне нравится Чак Паланик, да, если говорить про писателей. Вот крутой чувак, который, ну, вот, есть свой личный бренд, фильмы больше люди, а не компании, да, там, Тинькофф, прикольный парень, ну, прикольный чувак, реально. То есть, сначала всех нахуй посылал, теперь извинился, там, переболел, там, раком, и теперь благотворительность деньги сует. Ну, как бы, ну, прикольно, ну, интересно за ним, как минимум, наблюдать, да. Вот, я больше про личности, вот, мне больше за личностями нравится. Понятно, понятно. Слушай, а вот шоу-бизнес, какой там маркетинг, есть ли он там вообще, ну, скажем так, ну, я предполагаю, что, конечно, есть, вот, скажем так, за кем там стоит наблюдать начинающим маркетологам в музыке и не только. Потому что там, в принципе, феерия маркетинг, вот, по мне. Вот, не знаю, согласишь это или нет, но, вот, за кем там стоит понаблюдать? У кого классно, там, Iron Maiden, там, не знаю, KISS, они вообще, вот, например, там, которые мерч там продавали за миллиарды, там, рублей или долларов. Вот, вот, там, как ты оценил бы персоны, бренды, там, кто тебя вкатывает, как бы? Я благодарю тебя за вопрос, потому что мне очень нравится музыка, я сам музыкой занимаюсь, как бы, и читаю про это очень много. Ну, если говорить прям про мировые бренды, то, естественно, это Metallica, естественно, это, там, не знаю, там, Майкл Джексон, вот, я сейчас книгу про Моби читаю, он такой же лысый, как и ты, на тебя похож, кстати. Прикольно тоже, вот, вот, такие, такие исполнители, естественно, должны быть вами известны, вы должны про них читать, да, это интересно, как минимум, просто сидеть за ними, там, Нирваны, Куркобейн. Если из русских говорить, то, ну, я тебе рассказывал, что с юношества я фанателок группы Тату, и всегда мечтал познакомиться с продюсером группы Тату Вани Шаповалова, у нас судьба свела, мы с ним дружим, общаемся, я считаю, что это гениальнейший продюсер, который сделал невозможно, никто, кроме него, больше так не делал, вот, потому что группа Тату известна на весь мир, и количество проданных альбомов превышает Майкл Джексон, даже, по-моему, вот, это круто. Да, да, круто, круто. Да. Согласен. Там Макс Фадеев, классный чувак тоже, вот, следите за проектом Макса Фадеева, я считаю, очень крутые, качественные, он прям души не вкладывает. Если говорить про Blackstar, это просто масс-маркет, масс-маркет, который, да, круто сделан, классно, они все делают, но это про конвейер, то есть там нет души, там чисто вот бабло зарабатывает. Это тоже надо, вот такое тоже должно быть. Понятненько, хорошо, и завершая наше интервью, Макс, посоветуем топ-3 фильма и топ-3 книги, может быть, поменьше или побольше, если успешно перечислить, по маркетингу, где вдохновляться, что читать, что смотреть. Ну, первое, что я посоветую, я тебе эту книгу советую, называется «Хитмейкеры». Да, классная книга, у меня есть. Очень крутая. А вторую книгу, которую я недавно прочитал, это, как же она называется-то? «Психология кино», наша там, автор женщины из России, «Психология кино» называется, очень крутая книга, очень интересная. И третью книгу, которую тоже недавно читал, посоветую, блин, как же этого звали, это дядьку-то забыл. Про что? «Психология» про маленького принца, там какой-то вот психолог русский. Блин, сейчас, сейчас я даже скажу. Сейчас скажу, потому что эта книга... Во, Михаил, Михаил Литвак, вот. Михаил Литвак. А, да-да-да. Очень крутой. Литвак, вообще. Вот. Из фильмов, из фильмов, то, что я посоветую, из фильмов. Из фильмов. Блин, мне очень нравится фильм «Храброе сердце». Не знаю, там, связано это с маркетингом или нет, но вот, чисто с точки зрения идеи, чисто с точки зрения драматургии, очень круто. Потом фильм «Матрица», потому что там очень много глубинных смыслов, и скоро выйдет «Матрица 4», поэтому я должен пересмотреть, как минимум. Круто, круто. Вот. И третий фильм – это «Все точки над «и». Очень крутой испанский фильм с многократным, многорамочным сценарием. То есть, в течение фильма сценарий меняется, по-моему, пять раз. То есть, добавляются новые витки сюжета, и это называется «многорамочная структура». То есть, кому интересно изучение новых сценариев, написание фильмов, текстов, обязательно посмотрите, потому что это гениально. Это фильмов. Плассно, плассно. Ну что ж, друзья, спасибо, давайте скажем, Максиму. Очень прикольные в конце мне понравились наводки. Я больше участников не видел, взял на заметочку. Ну и, Максим, спасибо тебе за эфир. Спасибо, Рам, за интервью. Пока. Давай, пока.